Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Человек любит школу, в которой он учился? Это фильтр нулевого сопротивления? Да Он в крыле стоял, да? То есть все вот это вот говно, которое летит туда, туда, туда И ты удивляешься, почему здесь эмульти? Я не удивляюсь, почему там эмульти Ребят, всем привет! Сейчас будет вторая часть про Гелендваген Дело в том, что несколько дней назад мы на YouTube загрузили видео Как мы достаточно занедорого купили гелик с мотором от BMW V12 Конечно же, как всегда, сразу начался срач в комментариях Зачем вам эта газель, зачем вам эта помойка? Вот, но Произошло еще одно очень интересное событие Дело в том, что такие автомобили с подобным свапом Вот, они не остаются незамеченными, когда продаются И получилось так, что нам написал прошлый хозяин этого автомобиля Но не то, чтобы прошлый хозяин А человек, который этот автомобиль построил Это Юра, вот он сейчас находится рядом со мной И после того, как он этот автомобиль построил и продал К слову сказать, чтобы купить другой гелик Помощнее, посвежее, пободрее Вот, этим геликом владело еще два человека И вот сейчас Юра расскажет, что это был за проект Как он строился Ссылка, кстати, на этот проект, как делает непосредственно Юра Будет в описании Ссылка на DriveTour Вот, сможете посмотреть Я думаю, увидите много интересного Но не буду, так сказать, долго разглагольствовать Я думаю, Юра лучше расскажет про то, как он строил этот гелик И вообще, для чего, как он задумывался И что ты хотел получить в итоге Ну и, конечно же, в конце я тебе задам самый больной вопрос Нафиг ты его продал? Ну и так Ну, я думаю, что ты прекрасно понимаешь Что мотор 2.3, 4 цилиндра, 102-й мотор В Геленвагине ехать не может Слово сказать, это дизельный мотор А, Мерседесовский? Нет, подожди А, бензиновый? Это бензин А, прости, это же как на 190-ках такой же стоял Я понял, да Ты сравниваешь 190-к, это маленький Маленький, да Моторый, в принципе, легче Ну, насчет легче, это еще не знаю Но он, по ощущениям, ну, как и Жигули Может быть, даже слегка компактный Ну, в общем, и в целом, да И как вообще может вот мотор, который двигает 190-ка Двигать Геленвагин? Ну, это же военный гелик Он для военных целей был Ему не нужно он так по губам ползать Ну, ладно, это лирика Это лирика Ну, в общем-то Там такой был нюанс Ну, такой юридический Что, как бы, машина все-таки не новая Была как-то приложена в морду Так хорошо приложена Восстанавливали, там раму вытягивали И по ВИН-номеру там ремонт был То есть там чуть-чуть Да, чуть-чуть стык идет От этого ремонта Как бы была экспертиза Ребята все подтвердили, что это не криминал Что машина ничего там не перебито Что никакого там головняка с этим нет Делась она, к слову, в 2003 году Соответственно В 2013 Был такие принятые рекомендации Или такой закон Я не знаю, как это у них там внутри называется Который запрещает перерегистрацию транспортных средств Где есть вклеечки по номерным агрегатам То есть моторы Рамы Это у нас уже Да ладно, реально уже запрещено? Да Запретили перерегистрацию То есть, подожди, они остаются Тачки со вклейками пожизненно на владельце? Да Только на гвозде, да, есть такое специальное? Ну, если только утилизировать, да Либо нету возможности Мне говорили, что можно подождать Потому что сейчас пойдут жалобы От там От владельцев От владельцев новых авто Ну, грубо говоря, новых авто Потому что есть автомобили Особенно корейского производства Где номерочки-то гниют уже через три года Ну, и с этой коррозией, в общем-то, тоже Они пожизненные, что ли? А нафиг? Машина с гарантией только сошла Ее даже уже не продать Ну, бред Поэтому обращались в суд Как я понял, ждали судебную практику Чтобы накопить, так сказать, каких-то жалоб Ну, эпизодов, да Да, эпизодов, чтобы выпустить поправки к закону И определенные машины, чтобы под него не попадали К слову, сейчас это совершилось И сейчас это делать вроде бы можно Но, как я узнавал изнутри Рекомендации к действию прямого Они еще руководства не получили Соответственно, пока все просто Пока нельзя Ну, давай ближе к гелику Сейчас опять гаишники Вот эта вся история с номерами Уже подобрались Уже в полную Давай Соответственно, что же мне делать? Геренваген 2.3 На всю жизнь Да ну нафиг Я же мечтал Я же мечтал А 500 55 МГ Все дела Ну, все владельцы геликов хотят Двигатель 5.0 Ну вот Особенно на форумах Новички приходят, спрашивают Какой гелик взять? Там дизель, там бензин Еще чего-нибудь Все в форум отвечают Бери, любой Ну захочешь потом 500 Ну, это как всегда Да Поэтому от этого никуда не уйти Как-то был такой приятель У меня есть Зовут его Артем Артем Константинович Привет Вот И Дал он мне покататься 55 МГ На денек Чито случайно Ну, как-то Дело было Он слегка подвыпил Говорит Ну Я его подвозил И говорит, что Слушай С твоей манерой тебе нужна другая машина Я говорю, правда? Он говорит, ну да Я говорю, так дай покататься-то Другую машину Он говорит, да, не вопрос Завтра он хочет Девчонок моих Покатай, говорит Там по городу Все На утро он, конечно же Об этом не вспомнил Но жена ему напомнила Ну и как бы Пришлось машину дать Вот И после дня Скажем так На 55 Я принял четкое решение Что Зря я заморочился с дизелем К слову Я тогда решил Уйти в сторону экономии А, и поставить дизель И поставил дизель туда Но это было нереально Я всем мешал На далеке было ездить тяжело Дизель Ну, по динамике стало еще хуже Реально Ну, расход Ну, десятка Честно Ну, что, он тарахтит по тихой Да Тарахтит и все Он у тебя на механике, да, был? На механике дизель Я ставил 711-ю Механику Владельцы Бусов и геликов В общем-то оценят 711-110 Которая Первая передача там была Вторая пониженная Ну, с ней можно было Хотя бы тронуться С места Со светофора как-то И вот Я тогда После дня на 55 Решил, думаю Нафиг мне этот дизель Все Плевать Гулять так гулять Другого проекта Не видать Снится мне сон С этого момента Так интересно Сэм начинается Давай Стоит у меня во дворе Мой гелик этот Я что-то там Ковыряюсь Открывая капот И вижу там Мотор от BMW В12 У меня раньше была 750-ая бэха Мне она так нравилась Но мозг реально С этим мотором вынесло Не сколько с мотором А сколько с электрикой с ним Я уже собаку на этом съел Именно вот по электрике мотора Или по электрике все Электрикой мотора Подожди Вот сразу А что у тебя На этой семерке кончалось Ну в основном По электрике мотору Я ее купил Она не заводилась Ну это нормально Это же будем А дальше что А дальше чего Надо было завести Сначала одна половина работала Потом цилиндры пропускали Короче Блоки мозгов поменял Расходомеры поменял И все Мне тогда этого хватило Завелась все нормально Завелась Просраться Подрифтил В первый же раз И все стало хорошо Ладно Несу тебя БМВ Я открываю капот И вижу там мотор от БМВ Я Мне начался Честно говоря Истерический смех Такой нервный Я проснулся Разбудил подругу И сказал Ты представляешь Чем мне приснилось Поржали вместе Или дальше спать Скажу Что у тебя подруга Понимаешь Друга ей по морде Подолос Сказать Спи дурак Понимаешь Получается дальше Я так задумался Почему нет По идее На гелике Раздатка отдельная От коробки Да Компоновка Заднеприводового авто А какая разница А почему бы и нет Действительно Ладно Я думал 3.2 Там 104 Мотор Может 112 Так поскромнее поставить Может 113 Думал Ладно Сравнивал бюджета 113 мотора И проекта от БМВ БМВ самый дешевый Наверное Да А подожди Так ты покупал Или я С своей семерки Переставил Я купил Позже целиком Машину А специально Для свапа Так А если не секрет Почем ты взял Тачку для свапа Рассказываю Я уже в общем-то Собрался Наплевать На вариант Со 113 Мотором Бюджет по запчастям Составлял В районе 150 И тысяч Работы я мог Брать На себя Очень много Поэтому Все-таки 150 Как-то жаба душила Честно Я думал Как-то Попроще Все сделать В итоге Договорился За 35 рублей Мне предлагают 104 мотор С механической Пятиступенчатой Коробкой передач Ну рядная Шестерка 3.2 Мерседес 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 Я уже собрался Его покупать Однако Ну я все-таки Думал Гулять так гулять Смотрю Объявление Висит за 70 тысяч БМВ 750 Е32 Да В 89-го года С таким мотором Дай поностальгирую Приеду У человека Там какая-то проблема С ней Что-то там не заводится Приехал На педаль газа Не реагирует Мотор в аварийном режиме Ну хрен с ним Думаю Я как завел Этот звук стартера Который заводится В12 У меня просто вообще Вот некоторым нравится Только звук мотора А там еще звук стартер Такой особенный Такой мощный Такой плотный Блин Завелся Я смотрю на этот мотор Не троит Не колбасит Так ровненько работает Думаю Здорово Такая ностальгия Я взяла Я говорю Человек Я хочу купить 3.2 Отговори меня От этого А он говорит Мол А за сколько ты его хочешь Купить Я говорю 35 Он говорит Забирай мне целиком Бэху за 35 Без документов За 35 тысяч рублей Я стал обладателем 750 БМВ Охренеть Условно на ходу Без документов Ну в принципе И вопрос тем самым Был решен Что с вами Да Эвакуатором Забираем БМВ Бедную Пилим Режем Ну а что с ней делать За нее налоги Не платили Лет 6 Человек думал Что он инвалид Оказалось Что он здоровый Так еще и налог На него приходит Как на здорового Ну вот За которого не заплатил Там аресты на тачке Ну нафиг надо Заморачиваться С тачкой 89 года Ну да Платить за нее Ну и все Поэтому Документы я от нее отдал После перевозки На место разбора Пилинули Мотор вытащили Коробку вытащили Пронумеровал все разъемы Чтобы с электросхемой Не заморачиваться Разложил потом На земельке провода Ну так подумал Ну вот это вот на фары Я отрежу Вот это вот на печку отрежу То есть что не нужно Да Как бы А тут смотрю Все вроде блоки управления Ну думаю Ладно Как бы Вычленять конкретно Вот то что надо Не буду Это займет Ну слишком много времени И я не сказать И я не сказать Что я крутой электрик Чтобы это сделать Не хотелось Думаю Я какой-нибудь там Кожух Грубо говоря Сделаю коробочку Куда у меня Все сложишь Сложу все И пускай ездит Герметично сделаю И нормально Какая разница От проводов Знаешь Там не будет 100 килограмм лишнего веса Ничего страшного Так и сделано Мотор Мотор вставляли Сначала Опускаем Понимаем Что Там где стоит генератор Генератор сажается На Рулевой редуктор Мерседеса И надо что-то делать В итоге С мотора М70 Сначала был мотор М70 Б50 Снимается Компрессор Кондиционера На его Ставится На его место Ставится генератор Через самодельную Проставку Чтобы он Там Натягивался Ролик натяжителя Там колхозной Делается Ну скажем так На коленке Но работало Вот И мотор Влез Дальше Выхлоп Выхлоп Надо пускать Между рамой Проблема Ладно В принципе Там подгонка Уже точной По месту Выхлоп Прошел Стартер Стартер Не влезает Ну Здесь уже Грешен Пришлось В рамке В раме Сделать Небольшой кармашек Слушай А я видел У тебя даже На drive-ru Есть фотка Где ты раму Вроде пилишь Там пропил Потом заварил Да Это как раз Для стартера Да Соответственно Сделана ямка Под стартер Как бы Она там Все заварена Там все Керметично Но Углом внутрь Получилось Да Я видел И мотор И мотор Ложится Стартером Туда То есть Как бы Заменить стартер Не вынимая Мотор Там Не получится Ну Хорошо Это Б Вернее Ну Геленваген Ну Понятно Но Зато Как бы Гелике Бума Гелик Так В этом моторе Было приятно Что доступ К свечам Везде Обслуживаю Не хочу Хоть там Ее полностью Разбирай Единственный Нюанс Это Со стартером А так Смотрелось Там Очень Так Неплохо Бодренько А как Ты Вот Вымерял Для свапа То есть Какие Подушки Подушки Взяли От Нивы Потому Что Они Компактные И стоят 150 рублей За штучку Подожди Подушки От Нивы Держат Вот этот Мотор Здоровенный В12 Причем Они Уже Пережили Три Мотора Подряд Я Позже Расскажу Я Поменял Три Таких Мотора На Этой Машине И Сразу Забегая Вперед Прости Пожалуйста Ну Крепухи Там Да Лапы Мотора Варились Сами Кронштейны Варились На Раму Лапы Варились Подушки Использованные От Нивы С Подушками До сих Пор Вроде Ничего Не Случилось Так что Сработало Автоваз Ребята Вы лучше Мерите Делать Подушки От Нивы А чтобы Все остальное Также Делали Да Коробка 4HP24 Собственно Гидравлический Старый Автомат С мозгами Или без С мозгами Все мозги Получается От BMW Селектор КПП Приборная Панель И Вся проводка Управление Мотором Салонная Проводка Все от BMW Из геликой Все было вырезано Вообще То есть Даже потребители Все были вырезаны Так там проводов Три штуки В общей сложности Да Поэтому Тем более Что от водорства Проводка была гнилая Я ее просто вырезал И все На потребителя Была новая проводка Проложена От кнопок В салоне Я решил отказаться То есть Печка Включалась По датчику Короче Датчик температуры Стоял в салоне Там программировалось На экране При какой температуре Реле включается При какой выключается Соответственно У меня стояла Комфортная температура Когда Значит Наступает зима У меня просто Включается Печка Включает Печка И все Супер климат Вообще Ничего не надо делать Машина Сама все делает Сделано Вкупчено Да Все время Идеальная температура В Гелендвагине Так Ну Фары Как бы Ну чего У нас закон Есть постоянно С ближним светом Ну и чего Нафиг надо Эти выключатели Соответственно Как было сделано Стоял датчик света Когда темнеет Включались допы То есть Противотуманные фары А ближний свет Включался В принципе Когда мотор завели Через 5 секунд После пуска машины Я читал Что-то релюха У тебя была Да Релюха Заказывал Энергомаш Наши там Под колокой Где-то там Тоже ребята У них Много электроники полезной Угу Соответственно Кнопок Креших не было Дворники были Ну Только вот На рычаге И в общем-то Все И гудок Угу Другого не было Все остальное Жил от своей жизни И меня это вполне устраивало Сколько времени Вообще ушло На то Чтобы Вынуть старый мотор И вкорячить Мотор от BMW Ну то есть Два месяца Два месяца Через два месяца Ты выехал Стал наваливать Да Наваливать вернее Как с полным приводом Ты поступил Значит изначально С полным приводом Между автоматом Фланцем автомата Быть точнее так И фланцем Раздатки Было Примерно Пятнадцать сантиметров В этом промежутке Нереально было Засунуть Кардан На базе Крестовин Пал выбор На шрус На шрус Без вариантов А шрус Наверное Сначала у меня Беховские родные Второй шрус У меня Геликовский Стоял Или третий Я уже точно не помню По-моему последний У меня стоял Геликовский У Геликовского Больше зубцов На внутреннем кольце То есть Он как бы Подборщик В рутящий момент Но его все равно Сорвало Когда Ну там Раздатка была С подключаемым Полным приводом Соответственно По городу Я ездил В основном На заднем И когда Давал газ Пол Получается Что Задний мост Срывался В букс Что машина Тяжелая Там так Центр тяжести Что очень Легко Его в занос Пустить Соответственно Когда Сцепление С асфальтом Происходило Иногда резко У меня Буквально Через 2-3 Таких отжига Уже начинал Стучать шрус Последний раз Просто спилила Шлицевая Она была Гладенькая Сколько сил В этом самом В М70 В М70 Было 300 коней Но Речь шла Про то Что я потом Поставил М73 Это такой нюанс Чем они Отличаются Те кто Те кто будут Смотреть Наверняка Многие не знают Чем отличаются М73 Устанавливался С 88 По Если не ошибаюсь Девяносто третий год Красненький Да Соответственно С появлением кузова Е38 Семерки Был мотор М73 М70 Технические характеристики 300 лошадиных сил 410 ньютон метров По моему так М73 Это 326 лошадиных сил Катализаторы Всякая фигня И Что-то дудят нам Ну да Просто дебилы Не потерпеть Пока зеленый загорит Все вообще Криминальная столица И 450 ньютон метров И 450 ньютон метров По моему 2800 Тысяч Оборотов По моему На этом моменте Наступает Ладно Короче Что я сделал Спорил с ребятами Мне говорили Не получится У меня не получится Ну ладно Это всегда говорят Ну очень много Таких хейтеров Которые говорят Да Что за говно Не обращать на это Внимание По итогу Что получается Берется мотор М70 М73 Берется мотор Проводка М70 Остается 89 года Так Меняется Передняя крышка Двигателя От М70 Переставляется На М73 Так Переставляется Проводка Вся Форсунки Датчики Коленвала На переднюю крышку Ставятся Так Переставляются Впускные коллектора С дросселями С М70 Ага И у нас М73 Заводится На старой проводке И прекрасно Себя чувствует И Я не занимался Коррекцией Топливных карт В мозгах У них Лободрее Причем Это чувствовалось То есть Объем М73 5.4 М70 Это ровно 5 литров То есть И только Получился 5.4 Такой проект После Конца Третьего Кардана Ну Честно Бюджет Не резиновый Поэтому Я решил Отказаться От раздатки И сделать Просто Чисто Задний привод Задний привод Я вот тоже Читал Ты там Проблему Передачи На задний мост Решил Карданом От Камаза За базу Да Взялась Труба От Камаза Крестовины От Геленвагена А то есть Ты взял Камазовскую трубу Наварили Балансировал Кардан Конечно На турбобалансировке Но до 6500 Я подумал Что абсолютно Не имеет смысла На 10 тысяч Балансировать Как первого Ощущения Какого Там нет Просто Только оборот Окей И Слушай Вот мне интересно Все таки Очень много Времени Труда Сил Любви Пота Крови Было вложено В этот гелик Что тебя Сподвигло Его продать И Вот что Ты чувствуешь После того Как ты Увидел Что с ним Произошло Спустя 2 года И он сменил Двух владельцев И вот Ты вот Специально Написал Говорю Ребята Что за тема Как так Спасибо Что решил Встретиться Рассказать про него Вот Что ты при этом Чувствуешь Вот интересно Почему ты решил Его продать И что ты сейчас Чувствуешь Нет ностальгии Хотелось бы Тебе вернуть Его обратно Но такие простые Человеческие чувства Человека и автомобиля Что я могу сказать Мне Я жалко Автомобиль Потому что Когда я его отдавал Следующему владельцу Ну скажем так Психанул У меня периодически Опускались руки Когда я С непредвиденными Сложностями Сталкивался Нам сейчас На мост Уходить Когда я сталкивался С непредвиденными Сложностями Мне часто Опускались руки И благодаря поддержке Там Форумчан На самых разных ресурсах А там БМВ Лэнди На G-Class-Club.ru На Drive2.ru Ты что за мной Средились За силами Мне реально Было приятно Что люди Говорят Не сдавайте Вперед Действительно Появлялись Силы Идти дальше Я Погрущу 2-3 дня Опять Потом Нахожу денег И Не Бой Просто Как бы Есть жизненные Приоритеты Сейчас Я хочу Все-таки Переключиться Больше На Какие-то Дела С недвижимостью Ну скажем Многие И за городом Мечтаю жить Многие Еще где-то Дела С квартирой Дела Какие-то Семьи Перерос Короче Ну как-то Есть много Других вещей В которые Надо вкладываться И Я просто Не могу Себе позволить Проект Дальше В него Вкладывать Деньги Поэтому Я искал Человека Который Подойдет К этому С умом Который Сможет Проект Завершить Который Сможет Довести до ума Я его Тогда Открасил Я вот Закончил Вот это С мотором Там С карданом Ладно Фиг с ним Что задний привод Получился Но он Хотя бы Ездил И неплохо Ездил Я вставал С 500 Он значительно Быстрее С 500 Он выходит Вперед Практически Сразу Насколько корпусов Вообще Ты делал С 500 Но к сожалению У меня нету Записи Потому что Тогда нам было Очень весело У нас было Много В салоне Как-то Записать Мы даже Не додумались Но Как бы Это Проспект Славы Со Светофора Но мы Вырвались Вперед Как бы Но Нас С 500 Не догнал То есть У меня Всегда Было Желание С 55 Встать Рядом Но Как-то Потом Начались Головники То Карданы Эти Рвущиеся То Мощи Было Столько Что Не выдержало Все Я предполагаю Что Мощи Было Нормально 300 Ну Сколько Примоток Облегченный Впуск Ну Как бы Грубо говоря Скажем 330 Лошадей Там Должно Было Быть Много Это Или Мало Я думаю Что Это Немного Поэтому То Что Что Рвало Это Скорее Всего Просто Мои Просчеты Потому Что Я Все Таки Не Математик И Дело Все Практикой Вот Есть Еще Один Нескромный Вопрос Который Заключается В следующем Если Конечно Не Секрет Сколько Вообще Ты Подратил Денег На Вот Этот Автомобиль На его Постройку До момента Как ты Его Продал Я Не хочу Спрашивать За сколько Ты Его Продал Ценообразование Не моя Специализация Но Мне Очень Интересно Сколько Денег Стоило Вот Его Продать Потому Что Я Еще раз Ребята Кто Смотрит Это Видео Обязательно Ссылка Будет В Драйв Туру И Посмотрите Что Это Был За Гелик И Во Что Он Превратился Сейчас Искренне Надеюсь Тони Его Восстановит Вот И Он Будет Также Радовать Владельца Ну По Прежнему Сколько Это Мне Вложил Ну Вот Как Тебе Сказать У Мне Была Лет Пять Назад Машина Так Джип Грань Чурокер Так И Когда Я В Него Вложил Около Трехста Тысяч В Полную Реставрацию И Понял Что В Принципе Его Покупал Там Ну В Принципе Даже Чуть Дешевле Угу Я Понял Что Эти Цифры Меня Расстраивают Когда Был Первый Геленваген Коротенький Еще Да У тебя Еще Городы Ждут Да Я Как Б Еще Считал Деньги Мне Это Как То Было Так Интересно Но В Длинном Я Просто Уже Зарекся Что Это Дело Только Расстраивать Я Согласен Но Блин Не уходя На Примерно 100 200 300 Давай С точностью До У меня Это Канала Я Поменял В нем Распредвал Там Несколько Рокеров Гидрокомпенсаторы И В общем-то Через Неделю У меня Он Снова Забился Я Я Его Сменил Уже На 73 Мотор Который Был Идеально Чистый Изнутри На Разворот Соответственно Очень Много Нюансов То есть Именно Вот Таких Вот Ошибок Я Все Резапчасти Первый Мотор Значит Машина Считаем 35 По Работе Мне Ребята Помогали За 40 Значит Выхлоп Мне Делали За 15 Значит Мозги На Мозги Я Где-то Десятку Потратил Запчасть Что У меня Несколько Комплектов Было С Разными Прошивками Экспериментировал И Алипиновские Мозги Были И Стоковые И Это 850 И ЦСАй Которые На Механике Ну Это Блок Адросселей Уже Касалось Условно Возьмем Десятку На ту Историю Там Чуть Меньше Карданы На Историю С карданами Было Потрачено Примерно 60 Тысяч Ну На Эти Эксперименты Которые Просто Задолбали И Я Оставил Задний Привод Потому Что У меня Не было Больше Бюджета Я Понял Просто Вбивать По 25 Тысяч За Кардан Это Идиотизм В карман Входим На Загрузки Вот И Что Получается Дальше Ну Сейчас Покраска Покраска Была Уложились В полтинник Покраска Была Как бы Без Гарантии Мне сказали Поползет Или нет Не знают Ну Покрасили Покрасили Да Покрасили Покрасили Смотрелся Неплохо Ну И Ладно Это Было Полтинник Выхлоп Второй Раз Я Переделывал Уже Сам Колеса Я На Него Покупал Направо Это На тот Момент Мне Очень Дешево Достали За 30 Тысяч Комплектов Колес Да Недорог Это Те Которые Сейчас Стоят Да Которые Сейчас Стоят Значит Надо Морду Я два раза Переделывал Был Морда В Брабусе С Билинзованной Вот этой Оптикой 90 Модули Где стояли Рестайловые Задние Фонари С Подкованные То есть Ну В принципе Вот Переделка Морды Там Зацик То есть Фейслифт Гелика Сначала Обошелся Примерно 1020 Второй Раз Я покупал Уже Железный Бампер Снова Другие Пластики Это Мне Обошлось По-моему Что-то Там 2012 Там Я По-дешевке Этот бампер Нашел Новые Очки Фар Подощущики Пластиковые Бампер Задний Силовой Варили Слушай, ну Так Ну На самом деле На круг Часто Говоришь Говоришь Перечисляешь У меня Сейчас В голове Где-то Плюс Минус 200 Сложилось Возможно Я еще раз Повторюсь Что я не ставил Цель считать Я просто Сейчас начинаю Вспоминать Вложения Какие-то Слушай Ну Я Знаешь Я Вот Искренне Сейчас Думаю Ты мне Назовешь Более Больше Цифры Потому Что Купить Гелик Да Старенький Поменять На нем Раз Два Три Четыре Четыре Мотора После Пешехода Ага Поменять На нем Четыре Мотора А в конце Концов Ну Ты бы меньше Поменял Если бы Моторы Были живые Но так Или иначе Мы им То что имеем Поменять Четыре Мотора И Все Вот Это Дело С До Микроники До Остальных Собственно Горя Технических Магазинов Автозапуск Автозапуск Да И вся Эта Фигня И все Это Плюс Минус В 200 Мне кажется Это Недорого То есть Я вот Хочу Сказать Да Тем Кто Смотрит Ребята Если У вас Есть Фанатизм Желание То есть Купить Конченый Гелик За Недорого Старенький И Сделать Из него Автомобиль Который Будет Орвать Пятилитровый Гелик Бюджетно За 200 Это Возможно Это Вполне Реально Это Проверно Так Я Где-то Здесь Просто Найди место Где Можешь Пока Встать Ага Давай Здесь У нас Парковочка Импровизированная Есть Импровизированная Это Жи Купчино Это Жи Купчино Чупчино Купчино Ну И Наконец Последнее Что Ты Испытал Когда Увидел Наше Видео И Решил Написать И Приехать За Что Тебе Большое Человеческое Чтобы Рассказать Эту Историю Ну Сначала Я испытал Злость Так Дальше Потом Когда Я Написал Я Как Бы Приехал Помогать Смотреть Что С ним Вообще Я Еще Как Б Видел В Газете Вот Эти Фотографии ДТП Где Его Разложили Но Как Б Там Вроде Как Пофоткан Морда Чуть Чуть Клюнул А Вроде Не так Страшно Да Сейчас Увидел Воочию Там Рама Повело Стакан Вот Эти Все Ушли Мне Кажется Рама Самая Геморройная Надо Будет Мотор Вытаскивать Опять И При Всем При этом Как Б Я Прикидываю Сколько Сейчас Там Работ По Электрике Где Салон Вообще То Есть У Мне Там Был Хотя Б Салон Да У Мне Не Было Красивой Центральной Консоли Где Ручка КПП Но У 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 Чехол Приборки Пусть Алюминиевый Но Он Был Ну Там Есть Фотографии Какие На Драйве То Есть Как Б По Факту Когда Я Давал Человеку Там Оставалось Перетянуть Во Что Нибудь Приборку Чтобы Вот Этого Не Было Видно Просто Дать Перетяжку Чтобы Человече Да Да Надо Было Собрать Центральную Консоль Потому Что Там Автомат Бэховский Ручка Бэховская И Маленькая Да Элементы Салона Надо Было Наверное Сделать Самому Потому Что Ниоткуда Они Будут Но Это Тоже Не Такой Гемор Это Не Такой Гемор Это Сделать Каркас Кто Из Чего Любит Перетянуть Его И Все Четко Это Как Бы Цена Вопроса За Перетяжку Ну Сколько Там Ну Тысяч Пять Но Это Было Бо Другой Вид Соответственно Что Там Еще Требов Когда Его Отдавал Разобраться С тормозами Сзади У меня Был Проект На Дисковые На Дисковые Да Я Видел Там Даже Барабан Были Значит Один Человек Какое Какое Количество Лет Назад Заказывал ОРС Переходники С Барабан Тормозов На Дисковые То То есть Родные Штатные Дисковые Тормоза У этого Человека Их На Какое Количество Дней Так Ради Интереса Взяли И Не Отдали Сняли С них Чертежи Модель 3D Сделали И Вернули Чертежи Потом Другой Хороший Человек Мне Подогнал Ветулю Спасибо Вот И По этим Чертежам С Ребятами Мы На Лазерном Станке Их Воспроизвели Сколько Они стоят Не те что воспроизвели А те что 60 тысяч рублей Вы Воспроизвели За Бесплату Это лишний раз Доказывает Думайте Бошками А не Другим Местом Люди Люди С Айфонами Так По итогу Получается Что Были Готов Был готов Один Тестовый Переходник Просто У меня До него Времени Не дошло Не дошли То есть У меня Это все Где то есть И при желании Это все Можно оживить И продолжить Было бы Как говорится Желание Ну и Последний вопрос На чем ты ездишь Сейчас Потому что Всем интересно Я уверен Будет Что человек Который Воссоздал Гелендваген С модером В12 От BMW Потом Его продал Ну сейчас Получилось То что Получилось Я надеюсь Все таки Тони Восстановит Я тоже Надеюсь Твой Замечательный Автомобиль На чем Ты ездишь Сейчас Поделись Значит У меня была Задача Сэкономить Денег На машине Поэтому Ты купил Еще Один Гелендваген Я решил Попробовать Японский Автопром Потому что Мне показался Более менее Отказоустойчивым Таким Ну все таки Рассматривал Может быть Крузак Какой нибудь Соты Например Можно будет Lexus LX Но Что то подумал Бюджет Такой Туда Опять Убивать Да ну Нафиг Взял Попроще Lexus RX 300 2001 года Где было По опциям Все Ну единственное Что из Прихоти Моих Это был Черный Салон Черная Машина Но я По другому Не хотел Ну ты Водитель Гелендвагена Тебя простите Дальше Соответственно Ну что Ну Трехлитровой В6 Ну ладно Ну 8 Секунд До 100 Ну У меня Я восхищался Этой машиной Вот Потрясающая Шумоизоляция Комфорт Вообще Действительно Никаких головников Нету Думал Господи Зачем мне Этот Гелендваген Боже Прошло Две недели У меня Началась Тоска Я Заказал На Lexus Компрессор Toyota Racing Develop Ты угораешь ТРД Реально Да Короче Ты был Это дубль 2 Начался Да У меня начался Дубль 2 Приехал Компрессор Но Я так Что-то начал Все-таки Гелики Посмотреть И понимаю Что у гелика Такая харизма Мне Мне уже просто Наплевать было Я не могу Разом объяснить Зачем мне нужен Гелик Но Мне не нужна Другая машина Мне нужен Гелик Вопрос Какой Но С каким Мотором С какого Года Но Вопрос Уже В этом Как бы Но Другая машина Не нужна Мне Ну и все Что было Сделано Дальше Приехал Компрессор Я на него Спел Посмотреть Как говорится Там Вздохнуть И увидел Объявление о продаже Геленвагена Задешево Тоже Считайте Задешево Какого На этот раз Ну я надеюсь Это был 463 Геленваген 463 Это кузов Для тех Кто не знает Да 320 Средничок Со 104 Мотором Год 94 Его Честный год Честные документы Без всяких Клейков Которые Я смогу Потом Продать Без геморроя Если Мне захочется Что нибудь Дальше Ну Как поняли До рестайл В очень Симпатичном Состоянии Салон Без потертости Без всего Там Очень ухоженная Машинка Была Слушай Ну Опять же Геленваген Это такой автомобиль Что до рестайла И Рестайл Это Не знаю Если у тебя В руках Есть набор Небольших Отверток И Собственно Горя Салон То есть До рестайла Превращается В рестайл Легким движением Руки У рестайла Смещена Рулевая колонка Правее То есть До рестайла Хлопаешь дверь Вот так вот Зажался А в рестайле Там как бы Сидишь И вроде как Место есть За счет того Что руль Перенесен Это не сделать Ты мне сейчас Зачем это говоришь Ты вкрячивал мотору В 12 Система Ну ладно По техническому надзору Рулевое Менять нельзя Так и будем думать Хорошо Так что На этом мы остановимся На этом остановимся В общем Машина битая После аварии Она стояла Семерно И в нее Приехал 140 Мерседес Взад Мост лежал отдельно Геленваген Лежал отдельно Капец Слава богу Ни на боку Ни на крыше В общем На данный момент Потрачено Уже порядка 100 тысяч рублей Но машина Пока не поехала Вот Но я жду Что в этом месте Она поедет А в следующем месте Начнутся кузовные работы Чтобы Она была красивой С рамой что-нибудь Произошло Нет ли рама нормальная Рама сзади Примята Но она не вывела То есть она до этих самых Она просто примята Швеллер сам примят Ну это не страшно Я посчитал Что все-таки Швеллер Ну примялся Как бы Задача Выставить заново Кронштейны Опоры кузова Где они должны быть По геометрически Правильным местам Задача Мост Где он должен Геометрически правильно стоять Для него Новые кронштейны Варить Тяги панара Реактивные тяги моста Это все снесено Надо все выдрано С рамой Да Надо воссоздавать По местам Это уже Я это уже Сейчас сам не делаю Я перестал даже Снимать гараж У меня нет своего места Ничего У меня осталось Столько багаж Теоретических знаний Поэтому Я отдал Ну это немало На самом деле Да и все Плачу сейчас деньги За ремонт Поэтому в общем-то Уже стоя вышло Потому что по факту Делаю я самостоятельно Ну это можно Было сумму Больше чем в половину Сократить Ну это понятно Да На самом деле Когда что-то делаешь сам Ну получается Конечно В разу дешевле Это лишний раз доказывает Мы вот сейчас Такой знаешь Как бы Начали Назовем Таким Сенсуально значимый проект Назвали его Печалька Можно Смотрите обязательно Можно ездить на Жигулях За 10 тысяч рублей в год Если у вас есть друзья Друзья Которые всегда помогут И придут к вам на помощь Смотрите Что из этого получится Мы чтят Свято чтим Правил этого проекта Ну ладно Это все лирика Сейчас не об этом Слушай Вот ты сейчас сказал Я честно говоря Не знал что В гелик тебе прилетело 140 мерсдесом Причем реально Такая встреча Из 90-х Произошла 140 мерсдес Замес старичков Замес старичков Да Влетел в гелик Я искренне хочу тебя просить Чтобы когда ты уже Воссоздал гелик Или просто приехать Посмотреть то На что ты его поменял То есть Твой теперешний автомобиль Чтобы было что сравнить И я искренне надеюсь Что ты все таки Поможешь Нам с Тони Завести Твой прошлый гелик Вот И он вернется на дорогу Помочь помогу Тут как бы А можно деньгами? Вопросов нет Деньги, деньги Деньги они не помогают Представляешь Такая деньга Лезет тебе Под капот И что-то там ковыряет Знаешь Как там его Не Ну за отдельные деньги Можно переодеться В костюм деньги Согласен Все вопросы Вот Так что Надеюсь Юр Ты это сделаешь Спасибо тебе огромное Что ты выделали время В сотый раз повторяю Заходим И читаем Ссылку В описании На Драйв Ту Про то Как делаются Гелики С моторами БМВ Подписываемся На канал Ставим лайки Всех любим Никого не целуем Всем пока